Приехав в Ленинград в 2011 году после пятилетнего перерыва, я не хотела ничего снимать, но стоять перед этой красотой я не смогла. Да и в городе произошли некоторые изменения. В армитаже открылись новые интерьерные залы. Вот лишь часть того, что я увидела в этих залах. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова У входа в мраморный дворец, на том месте, где раньше стоял броневик, с которого в апреле 1917 года выступал Ленин, теперь установили памятник Александру Третьему. Когда-то этот памятник стоял на площади Восстанию. Ранее в мраморном дворце размещался филиал Центрального музея Ленин. Сейчас это филиал Русского музея, и здесь выставлены произведения современных художников со всего мира. В этом зале проводятся всевозможные конференции и симпозиумы. Редактор субтитров А.Кулакова Отремонтированы многие здания. Вот так выглядит отремонтированная синагога. Корректор А.Кулакова А вот это здание на углу улиц Восстания Некрасова отремонтировано странным образом. Похоже, что в одной части здания имеется частный владелец, а в другой до сих пор находятся коммунальные квартиры. А вот так выглядит дом, в котором я родилась и прожила много лет. Открылись новые универсалы. Вот этот магазин расположен на углу улиц Марата из Мингородской. В этом же здании находится океанариум. Открылись новые станции метро. Это станция Звенигородская. А это станция Обводный канал. Вход в нее находится на углу Лиговки и Обводного канала. На стенах станции размещены стеклянные панорамы с изображением вида Обводного канала в дореволюционное время. Длина панорамы более 300 метров. Субтитры создавал DimaTorzok На улице Декабристов, на том месте, где когда-то находился склад декораций Миринского театра, построен концертный зал в Миринке. Мы с Аллой слушали там оперу «Берлиоза» и «Минута Чили». В зале помещается 1110 зрителей. В зале замечательная акустика. И он используется для музыкальных концертов, оперных и балетных постановок. В зале предусмотрена возможность трансформации сцены в зависимости от программы вечера для создания различных вариантов расположения оркестровых групп или формирования оркестровой ямы. Действие оперы происходит на сцене и на хоровом ярусе. Когда этот ярус не используется для представления, там располагаются зрители. Просаживается хор. В зале установлен орган французского производства. В зале установлен орган французского производства. В зале установлен орган французского производства. А в главном здании Маринки мы посмотрели балет «Волшебный орех». Постановку балета и костюмы осуществил Михаил Шемякет. «Волшебный орех» Либреты тоже придумала. «Волшебный орех» Либреты тоже придумала. «Волшебный орех» «Волшебный орех» «Полшебный орех» «Волшебный орех» «Моих мальчик» Балет необычайно красочек. На поклон вышел сам Пшенякин. Город проснулся с утра, Полупрозрачный и светлый, Тысячи просит Петра, Вымытый ливнем и ветром, Стали на место мосты, Вспыхнули острые шпили, И закружили, и закружили Город Петровской мечты. Санкт-Петербург, Горная белая птица, Санкт-Петербург, Бронцевый царь и царь и сам. Санкт-Петербург, Славы российская страница, Это частица, сердце частица, Город наш, Санкт-Петербург. Между людей и машин, Меж островов и каналов, Мы все куда-то спешим, Между великим и малым, Любим мы здесь и грешим, Верим вернемся спасенью, От поколения, От поколению, В городе нашей души. Санкт-Петербург, Горная белая птица, Санкт-Петербург, Бронцевый царь и царь и сам. Санкт-Петербург, Славы российской страница, Это частица, сердце частица, Город наш, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, Будем мы здесь и грешим, Верим вернемся спасенью, От поколения, От поколению, В городе нашей души. Санкт-Петербург, Горная белая птица, Санкт-Петербург, Бронцевый царь и царица, Санкт-Петербург, Славы российской страница, Это частица, сердце частица, Город наш, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, Горная белая птица, Санкт-Петербург, Бронцевый царь и царица, Санкт-Петербург Санкт-Петербург